Ну что ж, дорогие подписчики, сейчас я вам снова прочитаю один отрывок из произведения Куприна Олеся. Старуха вдруг с небывалой горячностью вмешалась в наш разговор. Чё ты, фордыбачишься, дурочка, тебе дело, говорят, а ты нос дерёшь. Точно умнее тебя и на свете-то нет никого. Позвольте, господин, я вам всю эту историю расскажу по порядку. Повернулся на мою сторону. Размеры неприятностей оказались гораздо значительнее, чем его мог предположить из слов гордой Олеси. Вчера вечером в избушку на курьих ножках заезжал местный урядник. Сначала-то он честь с честью сел и водки потребовал, говорила Манулиха, а потом и пошёл, и пошёл. Выбирайся, говорит из хаты, в двадцать четыре часа со всеми своими потрохами, если, говорит, я в следующий раз приеду и застану тебя здесь, так и знай, не миновать тебе этапного порядка. При двух, говорит, в солдатах отправлю тебя анафему на родину. А моя родина, батюшка, далёкая, город Амчинск. У меня там теперь и души знакомы нет, да и патчпорты наши просроченные, распросроченные, да ещё к тому неисправные. Ах ты, господи, несчастье моё. — Почему же он раньше позволял тебе жить, а только теперь надумался? — спросил я. — Да вот, подише ты, брехал он что-то такое, да я, признаться, не поняла. Видишь, какое дело, хибарка эта, вот в которой мы живём, не наша, а помещичья. Ведь мы раньше селись на селе жили, а потом... — Знаю, знаю, бабушка, слышал об этом. Мужики на тебя рассердились. Ну вот это самое. Я тогда у старого помещика, господина Абросимова, эту халупу выпросила. Ну а теперь будто бы купил лес новый помещик, и будто бы хочет он какие-то болота, что ли, сушить. Только чего ж я-то им помешала, бабушка? А может быть, всё это враньё одно, заметила я. Просто на пасуряднику красненькую захотелось получить. Давала, родной, давала, не берёт. Вот история, четвёртной билет давала, не берёт. Куда, куда тебе? Так на меня вызверился, что я уж не знал, где стою. Заладил одну душу, вон да вон. Что ж мы теперь делать будем, сироты мы несчастны. Батюшка родимый, хотя бы ты нам помог. Усовестил бы его, утробу ненасытную. Век бы, кажется, была тебе благодарна. Бабушка уколизненно с расстановкой произнесла лезь. Чего там, бабушка, рассердилась старуха? Я тебе уже двадцать пятый год, бабушка. Что же, по-твоему, с сумой лучше идти? Нет, господин, вы её не слушайте. Уж будьте милостивы. Если что можете сделать, то сделайте. Я в неопределённых выражениях обещал похлопотать, хотя, по правде сказать, надежды было мало. Если уж наш урядник отказывался взять, значит, дело было слишком серьёзное. В этот вечер я спростилась со мной холодно и против обыкновения не пошла меня провожать. Я видел, что самолюбивая девушка сердится на меня за моё вмешательство и немного стыдится бабушкиной плаксивости. Надеюсь, вам это понравилось, что я прочитал. И вы, хотя бы что-то поняли из моего неправильного чтения, потому что читаю я, как вы, наверное, знаете, крайне плохо. Ну, на этом я завершаю данное видео.